Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что ко мне присоединился. Сейчас мы с вами, дорогие мои, будем беседовать. А то есть я буду отвечать на вопросы. Только сейчас я выключу музыку свою. А то я здесь слушала, слушала, слушала. Всё. А то я слушала музыку. Наслаждалась жизнью, наслаждалась утром. Какое бы утро, солнечное, не солнечное. Даже когда облака надо мной, я смотрю, а какие это облака? Многие говорят, сидит дома. Нет, не сидит, работает, дорогие мои. Работает, ещё как работает. И дома, и не дома работает. Работает по 9 часов в день. Час днём имеет перерыва, который посвящает вам, полностью вам. И час или два вечером, который также посвящает вам. Остальное всё работе и семье. Семье и работе. Родным, близким. Но никогда не забываю своей интернет-семьи. И помолиться о всех. И провозгласить Богу слава. Слава Богу, что вы у меня есть. Сейчас выпью. Я сейчас, знаете, перешла на трёхразовое питьё соды. Поэтому, потому что 8 марта близко-близко. Дорогие мои. Так, что я... Горячую водичку. Скорей, скорей, скорей. И отвечу на кое-какие вопросы. Хотя... Так, вот, горячая вода. Хотя мне сказали, чтобы я и лимонный сок. Скорей, лимонный сок. 99-процентный. Оп. Ой, красота. Ещё немножко. Отлично. Погасили всю соду. Ваш садок ничего не выпало. Прекрасно. Всё. Будем здоровы. За вас, дорогие мои. Вы знаете, такие тревожные, конечно, иногда приходят письма. Вот сегодня прислали мне. С чего вы взяли, что вы дочь Бога? Вы раба Божья. Всё. Всё. Называется. Вот я всё сказала. Я тебе рассказала, кто ты. Называется. И живи. Дорогие мои. Я дочь Бога. И уже давным-давно. Уже 20 лет, как я дочь Бога. Я это так решила. Но я не решаю, как вы. Вот так вот вы мне написали. Сейчас я сделаю глоток. И пью в горячем виде. Итак, я дочь Бога. Ещё раз повторяю. Я дочь Бога. Я вам сейчас докажу. Я не как вы голословная так просто сказали. О, дочь Бога. Всё. Нет. Я апеллирую всегда Библией. Вот посмотрите, какая красота. Недавно был День Святого Валентина. И у меня такие красивые сердца здесь везде. Давайте откроем Кремленам. Здесь есть у нас... Вот. Здесь есть глава 8 Кремленам. Это в Библии. В конце есть Новый Завет. Есть такой отдел. Ведь Библия – это как библиотека. Потому она называется Библия, Святое Писание. И тут есть такой отдел Кремленам. Найдите его. Откройте главу 8. Так. И откройте стих 14, к примеру. Хотя вся Библия этим просто проникнута. Стих 14. Давайте откроем главу 8. Стих 14. Вот написано. Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Про Дух Божий я сейчас вам скажу. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Но приняли духа усыновления. Вот вы, дорогая моя, которая писали. Вы все еще в духе рабства. То есть по Старому Завету вы еще в духе рабства. А я приняла духа усыновления. Которым и взываю Ава Отче. И когда я духом усыновления, как его дочь, взываю к Богу. Тогда у меня, как к дочери, у него отношение ко мне, как к дочери, а не как к рабыне. Вот сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Это я вам читаю. А если дети, то и наследники. Слава Богу. Я принимаю наследство Твое, Боже. Спасибо. Я представляю, какое для меня у Бога наследство. Оно уже здесь открывается. Потому что я дочь царя царей, и у меня наследство. И святым Духом я приняла его усыновление. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. А вы страдаете с Ним? Вы распинаете себя каждый день ради людей? Значит, вы, может быть, еще рабыня. А я уже дочь. Я нет. Я стараюсь распинать. И даже то, что я делаю сейчас, то, что я вам рассказываю, то, что я вам показываю, открываю, кто вы на самом деле. А вы этого и не знали. Вот видите, как важно, как важно знать, кто вы в Боге. Вы дети Божьи. Мы все дети Божьи. Не важно, кто вы. Мусульманка, христианка. Вы дитя Божье. Поймите вы. Не дитя дракона. Вы не дитя красной нити. Вы не дитя зодиакально-маниакальный. Вы, дорогие мои, не дитя карт, не дитя камней. Вы дитя Божье, Святого Духа. У вас Господь Бог послал Святого Духа. И вы приняли усыновление. Принимайте его со мной. Принимайте. Прямо принимайте на основании главы 8 кремлянам. На основании Библии. Это самое главное и самое сильное основание. Ну, надеюсь, что я вам ответила на ваш вопрос. Почему я себя так считаю? Потому что я читаю, я умею мыслить. Вот, солнышко. То выходит, то заходит. Это вы мне пишите. Пишите, пишите, мои родные. Пишите. Я люблю вас читать, разбирать и открывать вам глазоньки. Мои любимые, мои родные глазоньки. Мои интернет-сестреночки. Такие у меня собрались жемчужинки. Вы мои жемчужинки, понимаете? Разные жемчужинки. Розовые, белые. Я вот так вас вижу. Я уже говорила, что я вижу людей духом. Есть и серые жемчужинки, есть и черные жемчужинки. Разные есть жемчужинки. Есть белый жемчуг, есть такой розовый, шикарный, шикарный жемчуг. Такие вы у меня разные. Я вас обожаю, девчоночки мои, любимые мои. Дай Бог вам здоровья. Дай Бог, знайте, что я вас очень ценю. Я люблю вас. Я молюсь за вас. Вы поддерживайте меня. Вы поддерживайте мою работу. Потому что мне сопротивляться не хочется. Я и не сопротивляюсь. Я просто человеку вот таких вопросов много. Я открываю. Они как бы в укор мне ставят. Ты дочь царя-царей? Ты так себя называешь? Да, я дочь царя-царей. Как и, впрочем, все, кто принимает это. Я это приняла. Мне Библия глаза открывает. Там кто-то говорит, вот я к священнику ходила. Он сказал, Библию не читать. Ну как священник такое? Я не верю, чтобы священник мог такое сказать. Вот я не верю. Это на следующий ответ. Потому что сын у меня спросил. Мама, вот это удалять? Я говорю, нет, сыночка. Это недопонимание. Недопонимание. Очень многие священники тоже недопонимают, что они делают. Что они творят. И они, видно, не читали того момента, где четко написано, а со служащих Богу будет в два раза с них спрос. В них гораздо серьезней спрос с них будет. Что творят? Пусть подумают. Ну, а я их, конечно же, я их прощаю за то, что они делают. Я прощаю. Но вот как Господь Бог к этому отнесется, это на суде покажет. Вот, дальше, девчоночки мои родные. А, дальше, дальше говорит другая девочка. Она пишет, как делать благословение. Я веду журнал благословений. Умничка. Если вы уже начали, завели журнал благословений, это прекрасно. Но вот как сегодня я буду делать благословения? Сегодня я приготовила вон яблочки, видите, у меня уже. Это для чего я приготовила в уголочке? Это я буду сегодня печь шарлотку. Но эта шарлотка у меня пойдет соседям. Сначала я испеку соседям. Ну, у меня есть соседи, которые очень пожилого, преклонного возраста, возраста леди. Есть у меня такие. И есть на первом этаже мужчина, у которого жена уже умерла. И у него есть сын. Но сын выпивает. Вот. И никто им не печет. Сегодня я испеку и для них тоже шарлотку. Отнесу вниз. Их буду благословлять. Сегодня я буду благословлять тех, кого я вчера не благословляла. А завтра я буду благословлять тех, кого я позавчера не благословляла. И вчера, и сегодня которых я не благословляла. И вот так у меня каждый день. И цепочка идет, 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 идет. Потом я опять, опять. И у меня вот так вот происходит. Есть у меня воскресный день. В воскресенье я в церковь несу новое. Никогда обноски носить нельзя. Сразу вам говорю, все как для Бога собираем. Собираем, и там у нас уже идет на помощь людям, которые страдают. Страдают от того безумства, которое сделало правительство двух стран, мягко выражаясь. Вот. Поэтому люди здесь как бы ни при чем. И мы должны людей каким-то образом поддерживать. Понимаете, есть именно те пожилые люди. Именно инвалиды, которые никому не нужны, там есть. Именно вот их мы поддерживаем. Не тех, у которых есть руки, ноги, которые еще скачут, как кони, непонятно где работают и прочее. Там, чем они занимаются. Нет. Именно вот нуждающимся, людям Божьим. Дальше. Дальше. Какие еще благословения? Благословение каждый день Дух Святой вам открывает. Он на сердце кладет. Понимаете? Это очень важно. И я хочу, чтобы вы знали, что благословение – это даже хорошие слова. Это даже улыбка. Это даже та сумка, которую вы поднесли. Это та бабушка, которую вы перевели. Это та бабушка, которая без денег, вы знаете, она еле концы с концами перебирает. А вы ей закупили продуктов на месяц. Ну, хотя бы тех самых круп. Они позвонили и сказали, вот это вам. Я вас благословляю, вам привет от Бога. И все. Вот это называется благословение. Ваше благословение – это проводник. Проводник на добро. Это проводник к Богу. Это ваш проводник. Это очень важно на самом деле. А проклятие? Проклятие – это проводник на зло. Это проводник в бездну. А вы скажете, а что такое проклятие? Каждый неправильный даже взгляд – это проклятие. Даже осуждение, когда вы стоите в толпе, смотрите на какую-то девушку и с мужем или с подружкой осуждаете ее, смеетесь. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я. Даже это называется проклятием. Я покопалась хорошо в Библии. Я все это нашла. Вот это ответ мой на такой вопрос. На такие вопросы. Ну, а я вас всех люблю. Принимайте Святого Духа. Принимайте Его. Принимайте с радостью. Он будет работать в вас. Он вам будет подсказывать, что правильно, что неправильно. Благодаря Святому Духу вы становитесь дочерью царя царей. Дорогие мои принцессы, чтобы стать дочерью царя царей, прочитайте вот это и примите. И скажите, да, я дитя Божье. А то вы будете думать. Вот, видите, откройте Библию, купите Библию, питайтесь ею. Вы скажете, ой, я начинала читать неправильно. А я же говорила, как читать ее. Посмотрите, смотрите мои видео. Еще раз повторяю, как читать Библию, чтобы понимать. Ну, вначале идет как история сотворения. Оттуда, вначале, откройте начало, с самого начала. Прочитайте одну главу, а потом откройте Новый Завет. Оттуда начинаете читать одну главу из Нового Совета. Посередине, посередине есть, вот я вам покажу, посередине есть такое. Псалтырь. Открывайте псалтырь, и по одному псалму это молитвы Божьи, святого Давида, Дауда, царя. Это и в Библии, и есть, и также есть в Коране. Открывайте, читайте. И таким образом, именно этими молитвами Господь Бог хорошо слышал Давида. Поверьте мне, и Он услышит вас. Ну, вот вы говорите на себя, про себя говорите. Например, Псалом 90, открываете этот Псалом. Сильная защита вашего дома и вас. Только когда читаете его, говорите так. Я вот так говорю. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всевогущего покоится. Говорю Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. И дальше я говорю, Он избавит меня. Тут написано Тебя. А я говорю, принимаю меня и мою семью, и мою интернет-семью, и всех моих. От сети ловца, от гибельной язвы. Я провозглашаю это. И так далее. На себя, понимаете, на свою семью, на своих близких, на своих родных. И оно будет работать. Следующее. Вы открываете притчи. Притчи. Они идут практически сразу после Псалтыря. Прочитали один Псалон? Дальше открываете притчи Соломоновы. Читайте одну главу притч. Вникайте, выписывайте, выделяйте, введите специальную тетрадь библейскую. Туда молитвы тоже выписывайте. На основании этих слов действуйте. И говорите, Господи, на основании вот этих вот слов, дай мудрость моему сыну. Начало мудрости – это страх Господень. Научи его. И так далее, тому подобное. Дальше прочитали, после того, как одну притчу, ну, одну главу я имею в виду. Дальше переходите на Новый Завет. В конце он идет. И так же одну главу Нового Завета. Все. Вы скажете, это долго? Это не долго. Это полезно. Это ваше питание. Это ваше первое начало, да? Второе – это Псалон Давида и плюс к этому притче. И третье – это Новый Завет, в котором вы обновились. Все – это ваше питание. Первое, второе и третье. Запомните, пообедали ли вы сегодня? Ну, девочки-мусульманки должны читать Коран. Коран, безусловно. Они себя решили посвятить, пройти к Богу по пути. У нас путь один, прямой. У них тоже прямой путь. И у нас прямой путь. Но у нас инструменты разные. Девочки-мусульманки выбрали Мухаммеда, пророка. Пожалуйста, там очень много интересного пишут. Пишите внизу. Обязательно изречения пишите. Это очень важно. Нас много мусульманок пишут. Почему мусульманки не пишут внизу изречения пророка, мудрые, по этому поводу, по поводу того, что вы дети Божьи? Почему вы не пишете? Почему вы не пишете это? Пишите. Пишите, что Господь Бог у нас один. Пишите, всё пишите. Пишите умные изречения. Вот про имбирь мне нравится, как девчонки мои пишут, мусульманки, что оказывается, Мухаммед, пророк, он имбирь также принимал. Понимаете? Я вам говорю, все святые мужи, все святые мужи, а я считаю, что все пророки, они все святые, все от Бога, и они все там нас ждут, они все на нас смотрят и говорят, вот это мой последователь. Вот видите, не зря я каплю капнул. Благодаря тому, что я капнул, человек в Бога поверил. Понимаете? Капля капнута каким-то пророком. Человек зацепился, принял эту каплю и пошел, 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 пошел к Богу, а не в бездну. Это все люди Божьи. Понимаете? Поэтому, дорогие мои, пишите, пишите, питайте, подпитывайте нашу интернет-семью, потому что нам жить надо, нельзя нам питаться телевизором, проклятиями, которые оттуда выходят, вы принимаете в свой дом. Вот, чем меньше вы будете, да не меньше, а вообще не смотрите, я вообще не смотрю, чему безумно рада, у меня на все есть время. Меня спрашивают, а когда у вас время? У меня на все есть время, я 9 часов, 8 часов, ну, когда, когда, никогда, когда 7, когда 9 в день работаю. Я имею в виду, работаю, зарабатываю на жизнь. А кроме того, кроме того, я еще на семью работаю, но не забывайте, что в сутках 24 часа, сплю я 7 часов, выходные бывают 8, хотя редко, потому что воскресенье, церковь, тоже рано идем. Ну, все, я вас всех люблю, целую, и, надеюсь, я ответила на ваши вопросы. На другие вопросы буду отвечать в другом видео, потому что сильно много времени это все занимает. А я вас всех люблю, целую, будьте благословенны вы и ваши семьи, ваши родные и близкие. Я всегда прошу Господа услышать это, увидеть вас. Будьте благословенны. Пока-пока. Пока-пока.